Ты в эфирном пространстве? Да. Хорошо. Тогда на счет 3. Найди в эфирном пространстве эфирное тело Елены. Елена. 1, 2, 3. Сначала появилась черная, ну точно как пантера, черная энергия, которая вот так с открытого портала в секторе магии. И вместе с ней такой, как конфета она, пулька, конфетка такая. С такими полосочками. Белая, синяя, красная. На такой же палочке. Вот, к сектору принятия решений. И такая песенка. Черная пантера, черная пантера. Сладкая конфета. И лицо Моны. Большое лицо Моны в секторе магии. За ней стоит, вот так, за левое плечо, мужчина стоит и так нагнулся, как бы всматривается в пространство, как в экран. А правой рукой вот так ей показывает. Так. Да. Показывает как бы так направление, и туда вот эта песенка. Вот, кстати, мне на пене. Сейчас я это отодвинула. Все программы отодвинь, да. И считай, эфирная ДНК Елена Лиэта. Так, а сейчас ее, я ее еще не вижу. Позови ее. Вижу, что она вот так тянется, как будто ее кто-то тянет. Подключка идет в живот. Третью чакру. Прямо как бы в пупок. Вот туда идет. И на такой, как на шланге, тянется одновременно в сектор магии и сектор интерферента. И она вот как идет, то вот так вот крутится. Как такой шарик боулинговый. Или какой? Ну, вот такой не боулинговый, а такой вот игра американский футбол. Бейсбол или футбол? Ну, такой вот вытянутый. Круглый, а такой. С такими концами. Вверху и внизу. И вокруг ее энергосферы такое, как кисель. Он дрожит вот так. То есть вот так вот дрожит все пространство. вокруг нее. Как холодец, знаешь? Угу. Так. Позови Елену все программы от Адми. Программа еще одна. Вот такие ресницы. Вот так хлопает. Вот такие верхние веки. Вот так хлоп. С такими ресницами. Хлоп. Как крылья. Считаю. А она там выходит. Да, выходит. Она вот так держит рукой область гениталий. Она без одежды. Длинные волосы. Длинные, длинные. Ниже ног. От колен черные. Угу. Вот. И она такая стесняется. Ножку правую так согнула. Закрывает. И рукой так держит. Скрывает все. И там тоже подключка в сектор интерферентов. В сектор и переходит в сектор магии. Там пьют энергию. Угу. Так. Считай сейчас века. Эфирная ДНК Елены. Это она? Да. Да, это она. Так. Спроси у нее разрешение на работу с ней для нее. Она говорит разрешаю. Но когда она сказала разрешаю у нее изо рта вышла такая как пузырь. Как будто бы она под водой находится. Угу. Так вот. И спроси сейчас у Елены видит ли она что у нее пространство происходит. она видит. Угу. Так. Что бросается в первую очередь? Что больше всего мешает? Считай информацию. Вижу как она кружится вокруг себя. Вот так как-то кружится. Открывается портал воронка в седьмой чакре. Вот так вот открывается черная воронка. и она вот так расширяется. Получается и проекция вот так расширился вот этот считывается как кордон. вот так вот черная над головой и проекция пошла вниз внутри как будто бы песочные часы а проекция и когда она вот кружится то вокруг ее вот так как проекция сверху вычерчивается под ногами на уровне ног черный круг. считывается колдовской круг. Угу. Так. Понятно. Давай посмотрим когда этот портал впервые появился в пространстве у Елены в седьмой чакре что на физическом плане происходит. Пусть она покажет этот момент. Она показывает что она берет какие-то шары черные из сектора магии эти черные шары у Моны из рота выходят. Угу. А она их берет и себе в промежность вкладывает. Угу. Так. Потом поворачивается и и сзади тоже вкладывает туда и когда она это делает то я вижу как позвоночник вот такие вот шары она вот так туда пропихивает по каналу вверх вверх они так шары вот так в таком поскладывались весь позвоночник потом образовалась петля и как будто бы хвост пророс то есть весь позвоночник и сверху вот отсюда и снизу оно образовало такую петлю и в сектор интерферентов это все пошло подключка то есть это петля и такое как будто бы вот такой звук какой-то странный так что это за петля века образовалась какое ее значение с читой информации оно считывается как замкнуть как замкнуть замыкание и когда оно вот там вот эта петля в нижнем портале как знаешь как повешивают людей казнь такая есть то эта петля и там такая намотана и сразу выключился свет и она образовалась как бы в черной комнате шух так и эта петля тянется в сектор интерферентов да она тянется вот так в сектор интерферентов а от этой где намотана вот так вот тянется в сектор магии и в секторе магии я вижу как горло Моны и она вот как будто бы эта петля вот ее держит за горло и она говорит как будто бы булькает точно так как Елена то что она говорит я так посмотрела где она находится и я вижу что в эфирном плане она как будто бы в таком как желеобразное лежит глаза такие вот стеклянные как будто мертвые смотрит и когда она говорит то это так как будто буль из шары выходит коричневого цвета понятно сейчас Вика прикажи Моне отвечать что она делает в пространстве Елены она говорит что она направляет ее и я вижу как в этот момент вот этот человек который стоит за ее спиной он взял ее и вот так вот раскрутил Мону и она вот так как на винтовом таком стульчике вот так вот крутится прикажи сейчас Вика этому человеку проявиться и назваться кто он такой я вижу что он вот так сначала проявилась эта программа или дух вот такой выросли ноги такие в растопырку этот пиндер прицеплен руки как монстр какой-то выглядит с бородой и проявили и с него выросло три так как будто вы три человека по центру с бородой Илья по бокам еще как трелесник еще два ноги у них все в одно место и вот так вот тоже такая петля зажала так сейчас Илье прикажи отвечать что он делает в пространстве Елены какая его цель слышу погибель погибель хвати вот так за шею и говорит мы все погибнем и вот так за шею я вижу как схватил ее вот так и головой вниз понятно идет информация что первая смерть грядет а что значит первая смерть грядет с читой информации идет как будто так утоплен утопление не утопляемого вот это как погружение в воду и идет как расщепление бессмертной души так утилизация бессмертной души а какая душа имеется ввиду некосчитая информация падшая душа слышу падшая это душа которая как бы влипла такое черное пространство и вот так раз рассоединилась распалась на много частей считывается распад сознания и это и это считывается как нехарактерно для вообще для сознания что это противоположность а вот вверху где сектор божественный там идет как бы собирание все собирается все в кучу как бы усиливается а здесь наоборот рассыпается распадается и что известно ну как бы идет информация что вот гибель тела это известно во вселенной а вот как бы никогда не было чтобы была уничтожена бессмертная душа а чья эта душа имеется в виду первая смерть которая грядет сочетая информация буквально вижу вот этот топор так пух это вот во Львове была ситуация которая как бы напоминала вот топор а какой вопрос был чья душа готовится к первой смерти чья эта душа читай информацию падшая душа я слышу каждый в своем порядке первый вот этот Люцифер как бы он переводится постоянно я слышу как свет отражающий как бессмертный дух и когда я только погружалась я еще ничего не видела но сразу услышала гибель богов и как бы услышала вот эту Вагнер гибель богов эту симфонию так понятно вот этой ситуации Вика отсоединись да так я считаю информацию каким образом Илья хочет этому помешать смерти этой падшей души первой или что он хочет сделать с Еленой или отсрочить какая его цель затянуть отстрочить нельзя так а срок определен ясно и оно вот так как будто такой сосуд который наполнен доверху считывается как чаша вина полна вина это не в смысле пить вино а вот оно отсюда и пошло вина они как будто пьяные от своей вины так ладно вот этой ситуации тоже отсоединись и считай информацию когда Илья впервые вторгся в пространство Елены пусть она покажет этот момент со всеми этими воздействиями своими я вижу как она принимает символ цельнозора он но это называется символ а выглядит как такая черно-красная сетка как паутина и она просто вот выходит из экрана и вот так как бы облепила ее всю то есть она как бы поглотила эта сетка видео а что интересно черная точка вот так как какая-то черная точка идет прямо вот сюда где нос где горбинка носа так а оттуда вот так как-то резко идет вниз считай информацию что это за точка какое ее значение и влияние оно считывается как дверь портал дверь куда именно считай вижу что это связано с принятием решения дверь в подсознании это связывает сознательное и бессознательное решение считывается навязать себе разрешить навязать чужую волю и капитулировать она подписывает контракт правой рукой ее это все как бы закрыло сразу потемнело в глазах и она я вижу подписывает контракт разрешение пусть Елена этот контракт покажет а ты считай какие его условия она показывает сама я говорю чтобы она убрала все программы и зашла в тот момент до того когда она перестала это видеть и ощущать и пусть сама посмотрит этот контракт и покажет тебе и считай какие условия все она вот так достала этот лист так струханула его и он как лист вот так стал перетенеть пошел в сектор магии таким вот куском каким-то еще такого я не видела и оно такое как гипноз и все буквы все стерлось такие там буквы были такие черные как каракули и оно все так растаяло так а по какой причине эти буквы стерлись и растаялись читай информацию у Ильи сверкнул зуб клык правый так вот так цук как кино делает эффект он блеснул и говорит что он зачищает зачищает информацию защищает или зачищает и так как будто бы зубом вот это все соскребает так но передай информацию Елене что она хозяйка в своем личном пространстве это Илья вторгся в ее пространство и она имеет право знать какие условия этого контракта пусть она прикажет ему эту информацию которую он стер вернуть все обратно все условия контракта вижу как эти буквы все выходят сложились и считывается что ее душа ляжет вот это как будто бы на ее душе это все ляжет в основании в основании чего именно считают ровно вот оно так пошло пошло по спиральке вниз и там говорится эгрегора правдолюбцев а что это за такой эгрегор правдолюбцев какие его свойства сейчас я захожу и там главный постулат у каждого правда своя и такой эгрегор это какой-то желудок такими карманами и в каждом кармане какие-то свитки лежат считай информацию что это за карманы и что это за свитки которые у них лежат один например возьми и считай информацию что это но сначала я подумала что это желудок но энергетически оно вот как прямая кишка а вот эти карманы это как программа ловушка вот это вся конструкция это как программа ловушка ловушка вот 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 эти считываются соглашения контракты вот эти свитки свернутые и один свиток особенно светится а елена говорит мое и от него вот так тянется подключика низко низко вот туда куда-то от сектора магии от сектора интерферентов вот туда от сектора магии вот туда вниз там считывается как карман обычно я такого там не видела обычно но все связано секторе интерферентов я сейчас посмотрю и оно вот где все конструкции интерференты то есть это как вторжение и магия да это как насилие подстройка и так внизу они соединяются как эти два туннеля вот так соединяются идет такое движение вот так вот одно выше другое ниже вот так как механизм такой что это за механизм считай какое его назначение оно считывается как продавливание и оно в этом как-то в этом механизме эти два потока эти два канала соединяются и образуется оно такая как считывается акаша такая булька считывается акаша так что это Вика за булька с читой информации считывается как энергетический слепок правдолюбцев и дальше снова такое же пространство это как зеркальное отражение только в большем масштабе так я сейчас посмотрю один из что это за какую правду они любят хорошо потому потому что я вижу что это многослойная акаша какаша акаша и она я вижу что у вас основу как бы дает из сектора интерферентов там стоит вот этот он считывается ублюдок почему-то люцифер да прямо у него из его сердечной чакры он как будто раздирает ее вот так открывает и она у него такая как искусственная считывается паразитическая оттуда такой идет луч прямо в центр этой акаши эта акаша она такая коричневая что в общем плане считывается как фашизм принесение в жертву это на наш современный а вот в центре вот эта черная энергия это как жало смерть хорошо и какие свойства вот этого эгрегора правдолюбцев считай информацию вот например Елена в нем находится попало в него как этот эгрегор влияет на нее считай я вижу это вот так как закрыть отсоединить от истины от первоисточника истины то есть истина одна а правда у каждого своя но у каждого своя правда имеет один и тот же источник это вот это сознание и желание но сознание в голове а желание в сердце желание это запрограммированная реальность в как зародость реальности то есть человек всегда например желает то что он может достичь реально то есть если он планирует если он желает чего-то хорошего в согласии с иконами вселенной то это говорит о том что он может этого достичь это уже есть его возможности но только программы могут ему там мешать да но оно уже запрограммировано это уже есть точно так же и здесь это запрограммированная реальность и это реальность в конечном итоге смерть ну это я очень просто говорю потому что это все объяснять можно часами очень интересно все хорошо видно то есть душа елена стала основой вот этого эгрегора правда люксу да ну не только ее но ее как бы ее личное пространство оно вот так как связано с общим сознанием и с общим пространством и здесь такое правило когда сделал один опыт то это сделал каждый потому что эта информация потом как лучи распространяется по всем пространствам да я отсоединюсь хорошо отсоединись отсоединись поднимись выше я подключку вижу тут так у тебя а убирай эту подключку она когда появилась только что ну только что потому что надо было отсоединиться а не рассуждать да я отсоединилась все убираю это все убрала хорошо пусть сейчас Елена покажет тот контракт который она подписала когда встроилась в этот эгрегор она его подписала с Ильей или с Люцифером пусть она покажет согласие это и с Ильей и на физике выглядело это как согласие принять в ее пространство эти символы эти занятия шарики ну да а на эфирном плане это выглядит как с Люцифером но он стоит там вот внизу а вот это муха огромная как это программа такая стеклянная как будто бы выглядит да эта муха она как закрывает Люцифера это это как его считывается оболочка это как его сущность и он как бы считывается как подставляет эту реальность запрограммированную реальность как программу да или как систему программ которая поглощает живой разум и превращает в цикличный считывается глупый ум то есть запрограммированный как робот то есть там уже как бы разума нет там уже есть только там признается вот только разум одного это источника это эволюция эфира по нашему а все остальное это как ничто ясно так сейчас Вика пусть Елена этот контракт покажет а ты считай какие его условия что станет основой эгрегора любителей правдолюбцев и блюстителей порядка блюстителей порядка и ее вот этот контракт в отдельной такой нише светится особо ярко таким искусственным люминесцентным светом какой скрытый смысл этого контракта со стороны антимирос читай ну это и есть контракт ясно тогда сейчас спроси служитель или блюститель служитель порядка нового порядка какого-то нового порядка сейчас я посмотрю какого что это за порядок что это я вижу что вот этот эгрегор плюсители нового порядка или правдолюбцы оно соединено с более глубоким и более мощным эгрегором в общем демоническом пространстве я вижу что это как зеркальное отражение демонического порядка здесь на земле так а что это за более мощный эгрегор очень большой такой как считывается вот он как огромный диск по которому так бум звук пошел считывается как динамика и волны пошли по всей вселенной от него какое назначение этого эгрегор расчета информации слышу как последняя попытка вот доказать свою правоту свою правду то есть вижу что у них своя правда с точки зрения логики живого пространства запрограммированного на жизнь на логику и процветание оно совершенно другая их правда ясно так сейчас Вика спроси у Елены она видит этот контракт подписанный с какими условиями да она видит и она вытаскивает вот этот гипноз и вот эту штуку черную из носа и вытаскивает вот этот весь оно считывается как казуальный мир вот эту сеть как паутинная сетка вот это черно красную вытаскивает и вижу что вот этот портал был открыт у нее в секторе принятия решений он сужается я вижу как удар получает они все получают равномерно я вижу как удар пошел и так рассыпался вот Моне Илье вот таким еще двоим и вокруг них стоит как кольцо такое все люди есть ой-ой-ой они стоят вот так руки и ноги они вот так знаете как это так можно стать как руки руками вниз ноги достать пальцы ног ну раком короче да вот так вот они стоят и ноги и руки все утянуты в этот регрег а к их ним этим задним проходом идут такие подключки и это как считывается как защита пусть сейчас Елена все контракты расторгнет с Люцифером с Ильей пусть она всю карму отдаст обратно всем этим виновным и заберет свою частичку души всю свою энергию весь потенциал вот эта защита она вот как топор вот так вот я вижу как она это соединяет все это отдает и вот эта пантера которая как стена вот так стояла это как топор она встает я вижу ото сна в том моменте в том моменте она осознает это все и вот эти энергии уходят туда вниз в портал я вижу та ситуация где они сидят там в ресторане она отказывается ложить этот палец запретила сыну ударила его вот так по пальцу чтобы он этого не делал и эту тетку которая это делала тоже отправила в портал я вижу как этот портал он вот так заворачивается этот монстр что-то стоит и руками машет он затягивается вниз вот так вот машет руками так пусть Елена сейчас отказывается от своего решения подписываться смотреть канал цельнозор и его ролики призывать этих всех квантовых монстров и рассылать их другим пусть эти все свои решения отменят я вижу как она собирает вот так у нее пространстве вот это тоже то же самое было вот открыто все пространство вот так вот и она собирает со всего пространства куда она отправляла эти черно-красные энергии она собирает и у нее вот это из ноги с правой ноги она вот это булыжник огромный берет и отдает Илье я вижу как этот булыжник то есть эта кармическая ответственность у него на ноге проявляется вот и их всех теперь потянуло и этот дух так и ушел туда а она вот так сделала пусть порталы все закрывает и пусть поднимается вверх она поднимается вверх и я вижу как ее пространство вот так разрезано наискосок каким-то как веревочкой вот так вот что-то еще есть в секторе принятия решений так считай информацию что там в принятии решений что за решение Елены я вижу в секторе магии находится такая какая-то как будто бы вилки такие длинные и она там кушает этими вилками что-то кушает так что это за вилки считай информацию и что кушает Елена я вижу что это это ситуация в этом ресторане с этими топорами приходит тетка у нее такой какой-то поднос деревянный вижу что-то там на этом подносе стоит и топор в этом подносе а топора идет а какой-то какой-то привязка к религиозному считывается религиозно фанатический эгрегор плезвию этого топора там что-то связано с слышу убей москаля что-то такое так это эгрегор такой или из этого эгрегора информация да это в этом эгрегоре разные разные лозунги там что-то про хохлов про масонов про вот слова обидные разные такие вот знаешь как выражение они так чух чух вот такими как лозунгами все это там бурлит это программа такая так же считывается вот этот как хадуцель это программирование генетическая программирование а в какой момент Елена подключилась к этому эгрегору с этой информацией я вижу когда они пальцы положили считывается что они как бы согласились быть отрубленными от дерева жизни так спроси сейчас у Елены она хочет отменить это свое решение положить свой палец и советовать внуку это сделать я вижу что она отменяет вообще поход в этот ресторан хорошо и буквально выходит такая большая с этой ситуации отправляет это все в портал на утилизации и исцеляется таки слышу я вижу как это лезвие уходит и выравнивается ее энергосфера хорошо все темные энергии пусть открывает в портал все программы в портал портал пусть закрывает и пусть поднимается вверх пусть она поднимается вверх но сейчас я вижу у нее такие крылья они так шужат и подключка она как оса такая талия тоненькая и такая петля как раз на талии и она так держит прямо в живот такая кишка такая черная и она вот так ее как бы подбрасывает этой подключкой в секторе принятия решений что-то такое черное и там в секторе магии такое черное тоже так прикажи Вика тому кто находится в секторе магии проявиться кто связан с этой подключкой появляется черный колдон в этой шляпке такой коротышка черномор так и вижу там лицо Ильи он вот так вот бороду крутит в рубне вот так и говорит что она не сможет отсоединиться отцепиться говорит говорит что я ее зацепил и говорит вот это слово придурочное так пусть Елена сейчас покажет на что Илья притянулся где крючок зацепка почему она позволила ему вторнуться я вижу маленькая девочка встает на цыпочки чтобы увидеть как бы что на столе лизает а там мать ну с ее программами говорит не молчи ну смысл такой считывается как не дает ответ ребенок спрашивает а мать не дает ответ говорит молчи а буквально это слышится вот так как заткнуть что-то что как какой-то что в этот момент Елена чувствует когда мать ей это говорит сочетая информация стопор я вижу появляется этот штопор буквально закрыть себя от вопросов не спрашивать закрыть свое личное пространство потому что когда мы спрашиваем вот ну так все пространство устроено наше что мы даем запрос получаем ответ а мать говорит типа заткнись образно говоря затыкает и рот не дает ответа на вопрос девочки не отвечает запросом и считывается что в этот момент она углубляет девочку в сознание демоническое и внедряет в подсознание считывается как пробка на ментальной памяти то есть закрывание генетической памяти и отключение ментального плана вот это становится вот эта программа придурочная так и звучит понятно сейчас Вика спроси у Елены она видит эту ситуацию она видит да хочет она своим теперешним сознанием изменить эту ситуацию чтобы у нее этой пробки не образовалась она хочет хорошо как она хочет ее изменить спросил направлении когда дочь спрашивала она должна была идти по коду своей душе и развиваться то есть вот идти такое как такая центрифуга по часовой стрелке а мать ее как бы раскручивала в противоположную сторону считывается как углубляла в сознание демоническое и ну так и слышу центрифуга и подключила ее к той центрифуге этих программ с единым центром управления у этого вот сознание считывается отключила от мира живых ну пусть Елена сейчас своим теперешним сознанием зайдет в тот момент когда мать не дала ответ впервые и пусть она облечит те программы которые в матери работали и пусть она откажется буквально из сектора интерферентов эта девочка выкладывает как на стол вот эти вопросы что где как почему вот это выкладывает выкладывает и такая гора 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 большая и и она вдруг поняла она вдруг поняла что она не там ищет а где нужно искать спросим она вот так ищет смотрит смотрит туда 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 и видит что когда она обращалась к матери вот она к сердцу к душе к разуму материнскому то есть ее внимание было направлено к разным энергетическим центрам а получала не получала ответа получала как зеркальное отражение назад 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 то есть она как бы начала сверять с саму себя с теми программами от которых это как эхо возвращалось ее пространство и она поняла кто она такая что она вот такая то есть вот эти программы но на самом деле это у матери эти программы были придурочные то есть буквально придуриваться придурочно это придуриваться дурить прикидываться казаться не тем кем ты есть потому что мать на самом деле знала все ответы на все вопросы но она включила вот эту придурочность, типа не знаю, не понимаю, ну, чтобы не тратить свою энергию на ребенка. Ну, пусть Елена отказывается от этой программы, вот этого вот этой блокировки памяти, вот этой пробки. Пусть она из своего пространства ее достает и выбрасывает в портал. Она говорит, я поняла, ты такая, какая ты есть, а я такая, какая я хочу. Я вижу, как этот огромный шар, это все пространство детских неотвеченных вопросов уходит вниз и она забирает свою энергию и произошел как энергетический взрыв и вот эти крылышки искусственные и это все отпадает. И она снова показывает эту подключку там кто-то жадный такой, кто-то жадно хватает что-то в секторе магнии, считывается жадный, кто-то вот так пожирает, пожирает. Я вижу, что проваливается в портал этот каратышка. Пусть Елена ему карму все отдаст, пусть ему прикажет убрать все его воздействия. Считывается как сегмент паразитического ума или разума. Вот этот черномор. Все, пусть Елена проваливается в портал и только шляпка его видна. И я вижу, как Елена отдает ему подключку и он проваливается, поворачивается спиной. Я говорю, чтобы она приказывала, чтобы этот упырь убирал все его воздействия, все его энергии. программы, программы, чипы, импланты и всю карму за его. И я вижу, как у него с правой ноги отпадает такое, как копыта с таким красно-черным шаром. Это как карма, ответственность за вторжение в пространство других. Хорошо. И я вижу, как у нее буквально с этого портала, где подключка, улетают к нему вот эти как мухи, такие энергии черные. Я говорю, что она все выталкивала до последней капли и возвращала свое эфирное ДНК, она все делает в ее пространстве. Все частички души, энергию свою. Чтобы вернула и закрыла все порталы и отдала все воздействие этим колдунам и отправила в портал на утилизацию это все. И вижу, на что это все тоже притягивалось. Вот энергии вот эти как осколки звучат, слова, что она типа не сможет, потому что они прицепились на этот вот эти два мужчины в таких бежевых плащах. как это программы такие, сон. Они притянулись на ее измену. Она отменяет эту измену. И все остальные если были. Я говорю, чтобы она почистила все ее эфирное ДНК от присутствия чужеродных генов в ее пространстве и убрала все мужские энергии всех мужчин с ее пространства и восстановила свою целостность генетическое совершенство целомудренность и гармоничность. Вот она это делает и буквально как будто бы вот подключка из женских органов такая выходит черная. Хорошо. Я говорю, чтобы она позакрывала все порталы и на полную аннигиляцию отправила все эти международные энергии. Она буквально их сжигает порталы пусть закрывает и пусть поднимается вверх. Порталы закрывает и вот ее волосы я вижу у нее появилась такая белая одежда как платье красивое и она вот так берет эту косу волосы такие длинные как будто бы положила на такой пенек и вот так эти черные концы отрубила и вот они развиваются такими как завитками и она поднимается вверх слетает как ангел и я вижу что смерть этих птиц это связано было с проникновением ее внутреннее пространство вот я вижу как эти черные птицы уходят просто знак да это это наше тело и наше окружение дает нам сигналы если что-то там заболело или что-то нужно просто посмотреть подумать спросить в чем дело что хочет сказать тело что хочет сказать это птица это событие что чему нужно еще научиться потому что вот это развитие вот вот это устремление к совершенству это заложено в ходе нашей души хорошо а вот такой еще Елена говорила случай каждый год происходит стаи божьих коровок постоянно проникают в комнату считая информацию это тоже какой-то знак да это тоже знак я вижу эти коровки это идет из сектора магии и они как будто бы несут такие транспаранты и говорят мы тут мы тут мы недалеко посмотри на нас так а кто эти коровки считая информацию в секторе магии кто это с транспарантами не поняла это животные так ну а что значит этот знак присутствие антимира сознание антимира посмотри на нас да антимир да да понятно хорошо антимир управляет как бы стихиями через человеческие решения через человеческое сознание когда человек начинает ассимилировать я прям слышу ассимилировать то есть живое сознание когда начинает ассимилировать и с сознанием мертвым Тогда он как бы пропускает вот эти мёртвые программы, своё личное пространство и разрешает своему окружению, потому что её комната, её коровки божьи, её листочки, её лучи солнечные, которые смотрят на неё, это всё её пространство. И чистое пространство, чистое сознание гармонизирует всё пространство, ничего не случается незапланированного, всё становится программозированным по собственному плану, по собственному желанию. Никто не ходит тут с транспарантами и не напоминает, что я тут, я тут. Ну понятно. Вот этой ситуацией, Вика, отсоединись. Нет, пусть она закроет этот портал и запретит в её пространстве происходить вот этим всем явлением. Хорошо. Пусть запретит вторгаться в своё личное пространство и транслировать ей эти все вещи. Появляется муж, её муж. И она ему отдаёт такую чёрную, не чёрную, а серую пластину. Так. Что это за пластинка, спроси? Считывает контракт на супружество. Угу. Так. Елена хочет этот контракт разорвать? Она говорит, я выхожу из контракта, и она вот так его разломила, и там как бы портал открылся, и её энергия выходит с антимира. И закрылся вот этот портал. Угу. Она отправляет это всё на аннигиляции. Хорошо. А вот, появляется ситуация, я вижу, как её трясёт, и отваливаются ноги. Угу. Так. Что стало причиной этой тряски? Считай информацию. Считывается отсутствие воли. Угу. И принадлежность к чужеродной матрице. Угу. Так. А когда впервые Елена начала трясти, пусть она покажет этот момент, что происходило на физическом плане? А, я вижу, что, слышу, наложение, неправильная медитация. Угу. Отсутствие воли. Угу. Вот это хилинг. Так. Спроси у Елены, она хочет отменить эти свои решения? Заниматься хилингом, медитировать неправильно? Да. Хорошо. Пусть она все эти свои решения отменит, и все эти последствия этих неправильных решений уберёт. Я вижу, что вот эта медитация, она связана с этими коричневыми энергиями. Угу. С этими акашами. Так. Это как программа вредительства себе самому. И слышу опасность. Я вижу, что это глубокое погружение. Опасно. И оно опасно даже во сне. Потому что теряется воля сознания. Угу. И слышу, избегать, избегать опасность. Хорошо. Я вижу, что она отменяет, она снимает с себя вот это как покрывало, как будто бы её какое-то покрывало, гипнотическое накрыло. Она это снимает. Угу. Вот, встаёт. И я вижу, как она начинает как будто бы крутиться и бегать вокруг своей оси. А, вот оно что. Это цельнозоровские вот эти практики, да? Крутиться вот это вот. Да, да, да. Она отменяет. Угу. И отменяет это от неправильной медитации. Хорошо. И выходит, как будто бы в щёлочку с этого пространства просачивается, забирает всю её энергию и появляется в светящемся такое светлое-светлое пространство. Свет. Там иди свет. Истина. Угу. И слышу, что вышла с эгрегора правдолюбца. Хорошо. Из этого эгрегора пусть она заберёт всю свою энергию и пусть этот эгрегор отправит в портал на уничтожение. Вижу, как она вытаскивает вот этот свой... Свиток. Свиток. И им просто по голове этот эгрегор разослала его вот так. Угу. И вот эти чёрные буковки убежали. И она, этот свиток уже чистый. переносит вот так в сектор миссии. Так. А что это за... Говори. А сейчас я хочу посмотреть. Говори. И этот свиток вот так развернулся. И там снова проявились эти чёрные буквы. И там голос, вижу, как будто кто-то читает это, это чувствую. Как бы вверх ногами. И говорит, что нам известны их замыслы. И эти буквы, они вот так были чёрные, как какие-то завитушки. Размейки такие. И вдруг они вот так стали такими объёмными. Считываются как сигналы. Угу. Они стали как сигналы бедствия. Как символы такие. А Елена говорит, что это её опыт стал сигналом. Угу. Вот оно что, вот оно что. Смотри, смотри. Когда вот эти колдуны создают разные символы. Вот я вижу эти пантерки. Это их действия всегда остаются где-то в пространстве. Как негативный опыт. Так. Когда человек обретает опыт, когда он что-то осознаёт и отказывается от ранее неправильных решений, тогда этот опыт становится как сигналом, информационным блоком таким. Ну только позитивным уже, да? Так, да. И такой огромный. Я вижу, как такие тёмные фигуры так смотрят на это всё. Так, ммм, да, да. То есть, вот эти все тёмные, они это, да, они это осознают. Ну и делают свои решения уже как бы, а светлые подлетают. Оно такое огромное, вот это стало, что такие ангелы по сравнению с этими символами, и эти символы так растут, что ангелы такие летают, маленькие, как будто бы вокруг каких-то таких огромных сооружений. Понятно. То есть это во Вселенной этот сигнал так и останется, да, как опыт? Да, да. И он приумножается и подсоединяется. Хорошо, хорошо, вот этой ситуацией отсоединись. Да. Сейчас посмотри на эфирное тело Елены, опиши, как она выглядит сейчас. Сейчас я вижу, она как ангел огромный, но у неё какая-то подключка вот так оторвалась, но ещё вот так как-то на такой тоненькой ниточке держится, ко второй чакре. Так. Чёрная подключка в сектор магии. Там кто-то, как бы она отсекла, но ещё есть зацепка. Так. А кто хозяин этой подключки в секторе магии, прикажи, появится? Вот это вся компания, чернозоровская. Я вижу, что вот эта ситуация с этим мёртвым человеком, с которым она как бы изменила. Так. Это является зацепкой? Да. Как бы чувство вины. А из-за чего? А сейчас я смотрю, она из сердечной чакры вытаскивает вот такой какой-то механизм, который вот так как будто бы вот округи, кружится вот так вокруг своей оси. Сейчас я посмотрю, что это. Считывается недоверие себе, подчинение чужого мнения, чужому мнению, недоверие себе, неверие в себя, нелюбовь в себе. И я вижу, что вместе с этой всей компашкой проявляется также её муж. Так. Он считывается как ретранслятор убеждений. Убеждений. А каких именно убеждений? Считай информацию. Я вижу, что он её вот так как бы унижает, принижает. В её собственных глазах. Он называет, как-то на неё вот так говорит, придураша. И это программа его, говорят. Чёрная такая энергия, вот так у него возле головы крутится, там типа ку-ку. Понятно. И это она, я вижу, что эта измена, это была как реактивная считывается реакция, реактивная какая-то реакция на унижение. Со стороны мужа? Да. Недоверие или что-то. Да. Понятно. То есть это, ну, эти программы, подчинение этим манипулятивным программам. Угу. Ну, Елена уже своё решение изменять отменила, поэтому пусть она... Да, она это вытаскивает, выбрасывает. Угу. Я вижу, как эта подключка уходит, и она поднимается вверх. Если у неё есть привязка к мужу, пусть она эту привязку негативную уберёт. Ну да, это как раз через него, это и прицепились эти все. Энергии. Так, я говорю, чтобы она отсекала эти все чужеродные энергии и восстанавливала целостность свою и гармонию, и убрала все причины зуда и всех... Остальных проблем со здоровьем. Да. Тут она ещё говорила, что ультразвук в голове постоянно слышит. Считай информацию, причина этого уже ушла или ещё есть какая-то причина эзотерическая? В этот момент всё как-то ушло, как-то исчезло всё. Так. Что это значит? А сейчас я... Снова вот это, как... Это пантерка появилась, знаешь. Так. Вот я её убрала. Угу. И она показывает, что у неё в голове такой имплант, как будто бы положили ей на голову такую, знаешь, как грелка цеха, льдом. Угу. И там такие, как лёд, как вода, как лёд. Это связано с этими бульками изо рта. И подключка идёт... Вот считывается зашифрованная седьмая чакра зашифрованная. Шифр какой-то идёт. Угу. И идёт такая подключка в сектор магии. Так. Прикажи проявиться хозяину этой подключки, кто в секторе магии находится. Не знаю, как это объяснить. Я вижу, как моно это лежало там, но почему-то звучит монозавр. Угу. Так. Что это за монозавр такой? Считай информацию. Я вижу, что... Там происходит какой-то... Это конструкция какая-то. Как будто бы кто-то вот так вот... Крутит. Колесо такое с шестерёнками. Угу. Вот так вот крутит. И от этой конструкции всех талинтерферентов идёт подключка. Она вся такая, как будто бы всё наполнено таким желе. Прозрачен. Точно как гель. С такими пупырышками внутри. Угу. Ну что, посмотрим, кто там... Считывается как уплотнение реальности. Это как механизм воздействия. Какая цель этого воздействия, Викас, читай? Создать предпосылки. Это как механизм. Это как такая... Оно как река такая потекла. С этого уплотнение. Уплотнение пространства. Уплотнение реальности. А уже поэтому протекают эти чёрные энергии. Это как открытие порталов, скажем так, образно говоря. Очень примитивно. Потому что я вижу эти процессы на очень глубоких уровнях. Это как, скажем, борозна, которую потом сеют всеми. Семена, которые потом прорастают. Вот идёт такой вот образ. То есть это способ, да, или инструмент для создания. Считывается казуальной реальности. То есть случайной. С точки зрения человека. Но создание вот этой не объективной реальности. Субъективной реальности. То есть мирогрёз. Мирогрёз. Это как способ. И потом я вижу, как эти чёрные пандерки, эти энергии чёрные, проникают. То есть они как будто вот так вот происходят. Выходит эта чёрная энергия, ну как смола, не персонифицированная, а просто как набор, как конструктор. И уже взаимодействуя с живым сознанием человека, начинается быть живым. Я вижу, как частицы души распорашиваются в этих монстров виртуальных. И они оживают. То есть вот эта пантерка ожила, стала живой тогда, когда вот она вложила туда своё сознание, свою живую душу. Так. Ну и все остальные там вот эти. Ну да. Давай посмотрим, когда этот имплант впервые в пространстве Егилены появился. Пусть она этот момент покажет. Какой имплант? Ну вот этот шифр в седьмой чакре. А, вот этот? С ультразвуком, который. На физическом плане что происходило? Оно считывается, я вижу, как два красных кольца вот так соединяются в секторе магии. Угу. Так. Что это за кольца? Считай. В эфирном плане я вижу, как вот этот Илья, как будто бы, извиняюсь за выражение, трахает Елену. Угу. Оно так и прозвучало. Так. А что в этот момент Елена делала на физическом плане? Читаю информацию. Оно считывается, как выключило сознание. подчинилась его воле. Угу. Угу. Подчинилась его воле. И они начали эфирную операцию проводить. я вижу генетик. Прозвучало. Ага. Монстр квантовый, да? Да, да, да. Вот. Он изменил генетический код сознания и что-то выброси. Я вижу, что он вот повыбрасывал то, что я видела, как исчезают записи в контракте. Угу. Вижу вот этот зуб в Илье. Он говорит, подчистил. Угу. Ну, как он вычистил сознание Моны, вот, она прямо стерильна. Угу. Там ничего нет. Это пустота просто. То есть, что он ее вкладывает, то она транслирует. Угу. Ясно. Ну, пусть Елена сейчас приказывает Илье убрать, имоне, убрать этот имплант, этих всех квантовых монстров. Пусть Кармана них призывает за вмешательство в ее личное пространство и в порталы на утилизацию. Я вижу, как она отдает этот имплант. Я говорю, чтобы она вытолкнула все чужеродные энергии, отменила любые соглашения подчиняться чужой воле, чтобы она восстановила свою суверенность и свое личное право решать ее все вопросы самостоятельно. я вижу, как выходит эта черная пробка из головы. головы. Хорошо. и чтобы она почистила это все ее пространство общее и ее личное от этих энергий взаимодействий. я вижу, как ее вот этот сигнал, этот ее опыт, он превратился в такой огромный шар и засиял. Хорошо. Хорошо. Вот этой ситуацией, Вика, отсоединись и посмотри еще раз на эфирные тела Елены. Опиши, как она выглядит. Она выглядит, сияет, как солнце. Белый свет такой идет. И смотри. Еще я ей показываю, чтобы она убрала эту еще подключку из седьмой чакры, как что-то металлическое, чтобы она приказала этим колдунам убирать это все. И и чтобы она убрала вот эти все остатки программ нелюбни к себе и переместила центр своего внимания к первоисточнику жизни, гармонии, благосостояния и отсекала все эти чужеродные программы, энергии, подключки. И сейчас я вижу, как будто она с светом как пришла домой и обняла. Да, она вернулась в сектор миссии, вижу порядок. Хорошо. Так, вот этой ситуации сейчас отсоединись. Да. давай тут еще несколько решений нужно отменить. Елена хотела так, Елена хотела отменить все свои решения, задувать свечи на день рождения, я так понял, и советовать это делать другим, своим близким. Ну, я вижу, что она это уже отменила. Уже, ну. Она сознательно в уровне? Да. сама, да? Угу. Хорошо. Так, также пусть Елена отменит свои решения давать милостыни, когда это приводило к негативным результатам, пусть она все эти свои решения отменит и всю свою энергию потенциал вернет обратно себе. Ну, слышу и вижу, что говорит уже сделала. возвращает потенциал. Хорошо. Хорошо. Так, теперь пусть Елена, исходя из своего нового состояния, свою дочь родит в эфирном пространстве чистой, свободной, без тех программ, которые ей передала. Какая-то программа от нее идет миленькая маленькая. Программа от дочки идет? Или от Елены к дочке? Я вижу, что она ее родила и вот так снимает, такие как будто вот эти как жилеобразные такие программы. Она убирает это и дочь засияла. Я говорю, чтобы она убрала все привязки к дочери и все ее негативные решения, чтобы она отменила и наполнила дочь светом в этом моменте, когда она чистая, свободная и такой же родила ее дочь. Так, и пусть дочке передаст информацию о своем освобождении, о сегодняшнем роде. Дочка взяла. Хорошо. Она еще и поблагодарила мать и взяла и ушла вот как к первоисточнику. хорошо. Также Елена хотела передать эту информацию всем своим родственникам, мужу, внуку, зятью, маме, тете, сестре. Хотела, конечно, посмотреть, кто примет эту информацию или кто откажется, что проще. Так что мне по очереди всех звать, что ли? Я должна эти дементифицировать. Я вижу, что она им всем передала. Передала всем сделала. Передала и вот так показывает этот опыт, который там сияет. Это их уже право. Воспользоваться или нет, да, это их личный выбор. Хорошо, Ика. Также информацию о своем освобождении пусть Елена передаст в наше коллективное сознание. И пусть оставит. Или вот этот опыт уже в эфирном пространстве уже есть, да? Да, он уже сформировался, да. Все, отлично. Хорошо, сейчас спроси у Елены, она сегодня все сделала, что хотелось, свою миссию выполнила? Да. Так, мы для нее все сделали, спроси? Все. хорошо. Тогда поднимаемся в самые высокие пространства, наполняемся все вместе энергией, счастья, гармонией, любви, достаткой, благополучия. Ой, она выходит, я вижу, как поднимается вверх, я еще с ней работаю дальше. И у нее вот это как из седьмой чакры, такие шарики стеклянные или заметные. я ей говорю, чтобы она все чужеродные синтетические программы сожгла своей энергией и отдала в антимир вместе с кармой. Вот, сейчас тор включился, поднимается вверх, а вот это все отправляем в портал на утилизацию. Хорошо. Все, что не соответствует ее, это луна эфирного ДНК, пусть она отправляет в портал на утилизацию. Все, что связано с антимиром. Порталы пусть все закрывает и поднимаемся в самое высокое пространство. Закрывает, да. Хорошо. Ну что, с Еленой прощаемся? Да. Отсоединись, Вика, от всех, от всего. Проверяй все пространство вокруг, все ли чисто, все ли порталы закрыты, и будем выходить. Да, все чисто. Хорошо. Тогда сейчас я посчитаю от одного до трех и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Один, два, три. Открывай глаза. Открывай. Вот так вот.